Ким Чен Ин прилетел в Сингапур. Там идет подготовка к саммиту. Впервые в истории встретятся лидер КНДР и действующий президент США. Как готовятся к этой встрече и чего от нее ждут, расскажет наш корреспондент Светлана Чернецкая. Остров-курорт Синтоза. Здесь заканчивается приготовление к исторической встрече. На улицах усиленные патрули полиции и спецназа. На дорогах проверяют транспорт. В отдельные уголки острова туристов и вовсе не пускают. Обычно расслабленная атмосфера отдыха и развлечений сменяется чувством напряженности. Это историческое событие и, конечно, очень важное мероприятие для Сингапура. Мне очень интересно за всем этим наблюдать и быть так близко к круговороту событий. Особенное внимание к этому зданию. Отель Капелла. Здесь состоится встреча американского президента и северокорейского лидера. Внутрь могут зайти только постояльцы да персонал. По Сингапуру уже разъезжает огромный кортеж Ким Чин Ина. Северокорейский лидер прилетел утром и уже взбудоражил полстраны. Бронированный лимузин Кима сопровождают 20 мотоциклистов и 20 дипломатических и полицейских автомобилей. Это так странно. То есть я много читала про Ким Чин Ина, много слышала о нем, но он всегда изолирован от мира. А тут я была в нескольких метрах от него. Очень необычное чувство. Северокорейский лидер уже встретился с хозяином саммита, премьер-министром Сингапура. Для этого небольшого города страны проведение мероприятия такого уровня – большой вызов. Организация встречи обойдется в 15 миллионов долларов США. Мы готовы потратить столь огромные деньги, считаем это своим вкладом в международное событие. Конечно, нелегко найти место для проведения такой встречи. Оно должно отвечать требованиям обеих сторон. Быть политически и дипломатически приемлемым. Должно быть учтено все – меропезопасность и надежность, расстояние связь, организация работы медиа. Журналисты действительно съезжаются со всего мира. Для этого аккредитацию на этот саммит просили более 5000 представителей СМИ. Принять смогли половину желающих. Это большая редкость – видеть так много журналистов в Сингапуре, на маленьком острове, которые не особо интересуют мировое сообщество. Но сейчас дело не в Сингапуре. Это одно из самых важных геополитических событий в регионе за последние 15 лет. Позднее вечером в Сингапур прилетел американский президент. Дональд Трамп надеется, что убедит Ким Чен Ына отказаться от ядерного оружия. А Северная Корея хочет стать официально признанной ядерной державой. Исторический саммит двух лидеров запланирован на вторник, но не исключено, что они встретятся и раньше. Отношения между Трампом и Ыном в последние полтора года были очень нестабильными. От взаимных оскорблений до готовности договариваться. Так что аналитики пока не спешат прогнозировать результаты их встречи. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности телеканал Интер.